всем привет поскольку последнее время достаточно много запросов на обзоры бюджетного сегмента а лучше если это российское производство или хотя бы российский дизайн и вот сегодня компания nox прислала на обзор три ножа про один из них я вам сейчас расскажу моделька называется майор вот так вот она неплохо упакована давайте мы ее распакуем и посмотрим на сам нож параллельно с этим ножом у меня на обзоре были еще две модели офицерский 2m и кагуар ну кагуар это на вообще бестселлер данной компании и у каждого из них есть свое предназначение своя номинация вот могу сказать что майор это самый резак резак и самые dc dc из вот этих трех моделей и так давайте по характеристикам дизайнером данного ножа является александр бирюков о дизайнах мы тоже поговорим чуть попозже значит это у нас с вами полноразмерный флиппер с длиной клинка 105 миллиметров реально заточенных вот отсюда до кончика 102 сталь у нас здесь с вами на клинке d2 в обухе 34 миллиметра это не очень широкий клинок здесь всего 25 миллиметров в самом широком месте достаточно ухватистая рукоять толщиной в 15 миллиметров у нас имеется с вами клипса клипса никуда не переставляется накладки у нас здесь с вами сделаны из g10 такая достаточно цепкая но не сильно агрессивная у нас есть вот такое большое темлячное отверстие осевой у нас здесь с вами наш лице это очень удобно вот и в осевом у нас здесь с вами стоит подшипник шарики у нас здесь с вами стоят стальные сам сепаратор пластиковый вот это у нас с вами лайнер лог лайнер лог очень хорошо облегченные лайнера и толщина данного лайнера 1 8 миллиметров сразу хочу сказать для тех кто начнет тут говорить относительно того что да он типа фигня ничего не выдержит я постучал обухом и нож все выдержал по сведению это 05 у основания 05 в середине и 05 на кончике относительно твердости данной стали мне не удалось найти никаких данных но скажем так то что я успел ее поделать царапина не не появилась заминов на ней не появилась поэтому я думаю но единиц 159 60 наверняка здесь есть по финишу клинка у нас здесь с вами достаточно мелкий машинный сатин вот ну скажем так это наверное ну такой момент который я для себя исправлю на стоун вошь потому что но вы видите что остаются пальцы но опять же за ту цену который стоят эти ножи ссылку на официальный сайт я оставлю в подписи потому что нож приехал напрямую от производителя я думаю это вообще небольшая проблема захотите можете забить на то что на нем будут царапины хотите можете сделать что он вошь это процедура вообще легкая и ничего от вас не требует бутылочку от банку в дэшке и пластиковую банку и камни с улицы все предлагаю заглянуть во внутрь данного ножа чтобы посмотреть как исполнены все механизмы а Ну и пока мы с вами далеко не убежали, предлагаю сразу посмотреть, что мне удалось им поделать и как он себя в принципе вел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы посмотрели, как нож устроен внутри, как он справляется с нарезкой и продуктов, и дерева, и вам могу сказать, что у этого ножа еще и отличная цена. Нож сделан в Китае, несмотря на это, это, наверное, лучшее, что можно найти за эти деньги, в принципе, даже произведенные в Китае. Начнем с того, что это собственный дизайн. Для кого-то это, может, важно, для кого-то нет. Следующий момент – это габариты. У китайцев вы вряд ли найдете нож таких габаритов, так качественно сделанный, тем более за такую цену. К слову сказать, мне нравится очень вся линейка вот эта с новыми дизайнами Александра Бирюкова, поскольку раньше Нокс делал все по дизайнам Скрылева, сейчас это обновленные дизайны. И очень здорово, поскольку Александр Бирюков, он очень хорошо знает о ножах как об оружии, при всем при этом ему удалось, на мой взгляд, очень хорошо все это дело впихнуть еще и в дизайн, и впихнуть еще и в хозбыт задачи, поскольку нож все-таки у нас с вами хозбыт, в комплекте идет сертификат, который нам с вами об этом говорит, да, что, ну, вообще никаких вопросов. При всем при этом все очень гармонично, я понимаю, что дизайн – это все вкусовщина, но тем не менее, мне его дизайны нравятся. Вот, отдельно хочу сказать по клипсе. Клипса тоже удобная, садится на карман, хорошо, без всяких вопросов. И я думаю, что если в вашем EDC, ваша основная EDC задача – это нарезка продуктов, или вам нужен нож в командировку, или там на охоту именно для нарезки продуктов, то это здоровский вариант, потому что стоит нож очень дешево. Я бы сказал, прям, ну, реально дешево. Все те же самые особенности, как и у остальных двух ножей, которые были у меня параллельно обзоре, все то же самое. Хорошее облегчение, что у нас осевой на шлице, что все у нас с завода было на фиксаторы, что у вас само не будет раскручиваться, что в качестве шарика детента у нас используется все-таки керамический шарик, что стальные со временем и стираются, одна сторона становится плоской, и у вас пропадает вот этот качественный флип и все остальное. Здесь у вас этого не произойдет. С точки зрения изготовления все здорово, и снаружи нет никаких вообще моментов, за которые можно было бы докопаться. Безусловно, если начать его разглядывать очень внимательно, вы можете обратить внимание, что, допустим, отверстия в лайнерах под темляк их прорубали прессом, ну и вот где-то видны там следы, вот как прорубили, так и оставили. Но это нож с очень низкой стоимостью, и вот так это снаружи незаметно. Да, что опять же, если начать все разглядывать, наверняка можно что-то найти, к чему прикопаться. Но это все настолько незначительно для такого ножа, что я даже не вижу смысла на этом акцентировать внимание. Вот. Все вот эти табуреточные тесты нож тоже выдержал, здесь тройной клин, режет просто супер. Поэтому компании NOX большое спасибо за предоставленный экземпляр. Мы обязательно потестируем, порежем что-нибудь, какой-нибудь канат и дерево ножами из стали D2 в их термообработке. И посмотрим, что они могут. Все ссылки в описании. На этом и все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok